Ну все, мы выделились. Спасибо, до свидания. Мы с Мири, наконец-то. 2 часа 30 минут, и мы на месте. Вот это наша ласточка, которая нас сюда привезла. Что делать дальше? По приземлению вы идете за всем потоком людей, и он вас куда-то приведет, как правило. Потому что все будут проходить пограничный паспортный контроль. Сначала здесь паспортный контроль, потом уже будет пограничный выборочный проверки. Вы проходите через зеленую зону и попадаете уже в зал прилета. Сейчас все похоже на весь поток людей, который идет. Вы просто идите за ними, не ошибетесь. Если вдруг потеряетесь, подойдите к справочному информационному таблу, к справочной, и уточните. Вот здесь вот у вас будут проверять паспорта. Поэтому становитесь в очередь и дожидаетесь. Ага, вот он вебизор смотрит, есть ли у вас повышение температуры. Вот он паспорт, с собой его показываете, вам штампуют и пропускают в зону получения багажа. Вот такую вам штуку ставят в паспорт, чтобы прилетели с 7.07. И дальше вы идете получать уже багаж. Как найти багаж? Но опять-таки можно пойти за всем потоком людей, и вы не ошибетесь. Или вы находите информационное табло, там будет указано, что это рейс Минск. Вот видите, там экран. Подходим, смотрим, если указано Минск, и ваш рейс 81. Ну да, вот он. Ждете, забираете багаж, и дальше уже выходите. Вот, смотрите, у них тоже есть дьюти-фри по прилету. Попросили меня одеть маску. Ходил, снимал без маски. Подошли, сказали, одень маску. Эй, сори, маска. Так что здесь в маске необходимо ходить, все строго. Вот он мой, судя по всему, последний, пока я здесь гулял и снимал. Остался, да, точно мой, забираем. Мокренький, мокренький. От конденсатора. Ну и дальше вы идете по зеленому коридору. Они выборочно проверяют какие-то багажи, посмотреть. Поэтому, короче, страдать, надеть маски. Гоняя за то, что люди без масок ходят. Ну, все через зеленый канал. В коридор мы выходим. Попадаем в зону прилета. А дальше у вас на лаучере указано, какой оператор вас должен встречать. Ну, так правило, если вы летите с Coral, то вас будут встречать вот из тойки Coral или с табличками Coral. Иногда бывает, в некоторых случаях, так, компания Coral, а принимающая страна называется по-другому. Тогда это указано на лаучере. Не пугайтесь, подходите. Если вдруг вы потерялись, не знаете, кому идти, к любому представителю подойдите. Вам, как правило, компания, в которой покупали тур, выдают документы. Покажите документы, и вам подскажут, куда подойти. Мы с вами идем дальше. Выходим из аэропорта. И нам надо подойти к представителям Coral Travel. Мы с вами летим от Coral. Так, где же здесь наш? Давайте посмотрим. А, вот, смотрите, парень, кстати, садичный Coral. Подходите к нему, и он скажет, куда вам надо подойти. Инфогрупп, Coral? Здравствуйте. Перед носки, проходите направо седьмой номер стоечки. Хорошо, спасибо. Ну вот, вот, здесь нам сказали, что седьмой номер стоечки, вот рядом Анах стоит. То есть, вы идете дальше, подходите к седьмой стоечке, и вам дальше говорят, что куда. Как правило, показывают ваучер, что с ваучера вас забирают, отрывают. И, как говорят, какой автобус вам необходимо пройти. Смотрите, здесь прикольно есть такой подъемник. Если не хотите немножко идти, можно на эскалаторе проехать. Вот, мы с вами идем дальше. Веленцаев, такой же эскалатор вниз. Здесь, конечно, прикольно, здесь парковка. Я иду по такому лицу, но я не верю, что неправильные зубки, конечно, но я думаю, правильные. Там, в передней, видите, есть стойки, они подсвечены. Вот к ним подходите, показываете ваучер, вам говорят номер автобуса. Так, у нас, значит, номер семь. Вот она, значит, наша стойка. Становимся в очередь, ждем. Адон приниматься. Вот мы спросили, он сказал, вот это наш автобус. У них сейчас вздик на социальной дистанции, поэтому будем каждый сидеть на длинном кресле. Друзья, мы с вами уже в аэропорту Измира. Сейчас у нас будет вылет. Обязательно маски при вылете, поэтому не потеряйте их, пожалуйста, возьмите с собой, иначе вам придется их здесь где-то искать. На входе вас мерят температуру. Если там сидит девочка с оборудованием. И потом вы проходите здание аэропорта, и будет у вас еще проверка багажа, предварительно, прежде чем вас запустят в аэропорт. Вот вы видите. Все это происходит. Вот мы с вами, видите, через рамки, через детектор вещей. Мы прошли с вами досмотр перед входом в аэропорт. Меня там проверяли. Мой стадикам похож на пистолет, видимо. Пришлось тестовать все, чтобы им показать. Дальше вы находите ваш рейс. Информационное табло. Мы видим, что у нас время вылета 21.40 на Минск. Чек 37-я касса. 37-е место. Вот и смотрите, вот здесь они. Вот наша 37-я. Вот эта вся очередь, это все наше. Дальше занимаете очередь, ждете своей очереди, сдаете багаж. И дальше я вам покажу пограничный контроль, паспортный контроль. И летим. Хорошо, мы стоим. Очередь движется медленно. Пойдемте погуляем, посмотрим, что здесь есть. О, какие прикольные трубы. Зона для ожидания вылета. Аэропорт большой. Видите, сидеть рядом нельзя. Здесь 66 зон для приема багажа. Сдаете багаж, получаете билеты ваши. И с паспортом идете вот сюда. Проходите пограничный контроль. И в зоне дьюти-фри оказываете. Дождаетесь в своей очереди. Проходите. Дальше у вас еще будет досмотр. И потом зона дьюти-фри. Ура, ура, мы все прошли. У меня забрали бутылку пепси-колы. Проносить воду, напитки. Ничего нельзя сюда. Но вторая у меня осталась. Зона дьюти-фри. Поснимаю, покажу вам, что здесь есть. Сравните цены. Поехали. Буду снимать красные позиции, которые у них сейчас на акции. Чиво с 12-летней 30 евро. Абсолют 15. Джи Би 16 евро. Все в евро. Но 30 евро. Это у них парфюм на акции сейчас. Ультравиолет, Пакарабан, Ла Коста. Кевин Кляйн. Отдел сигарет. Ну как же без них. Винстон 25 евро. 27 евро. Кэммел. Олмяка 22 евро. Джим Би 20. Деворс 24. Мыло 11 евро. Сладости по 10 евро. Масло. Оливки, маслины. По 3 евро. Джим Би Би Блэк. 20 евро. Деворс 24. 12-летний. Метакса 7-летняя. 16. Игрушки, игры. Они здесь тоже есть. 29 кассовая зона оборудована защитными экранами сумочки очки часики часы еще часы ну что дютифри я вам показал цены здесь выше чем минске сравнивать вы можете сами посмотрите в первом обзоре из минска когда мы витали какие цены и здесь примерно 5 10 евро разница выходите из дютифри здесь уже начинается у нас аэропорт ищите где у вас будет посадка идете к тем вратам гейт прогуляемся с вами 231 врата если потерялись ищите информационное табло они висят сверху как правило там сверху еще дойдем я вам покажу и там будет указано в каких на каких через какие ворота вы будете совершать посадку ваш самолет есть классные штучки чтобы не ходить по рапорту а кататься стали так и поехали мальчик идет навстречу остальные видите free и магазины здесь закрыты кроме того который мы сразу когда выходим через паспортный пограничный контроль единственный судя по всему смотрим у нас 2140 230 гейтс идем ищем их здесь 229 соответственно вот эти справа 230 это наши людей нету видите и таблички что не сидеть рядом работает кекс бейкис здесь вы можете взять себе сэндвичи напитки цены 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 раба какой хлеб красивый сэндвич примерно 30 турецких лир напитки примерно столько же еще есть первый этаж может спуститься ну там никого нету мы прошли весь аэропорт с вами аэропорт большой людей здесь сейчас нету рейс наш один вылетает и я видел что один только что прилетел вода стоит 8 турецких лир coca-cola 18 пиво 41 ну а сэндвичи я вам говорил что 30 лир один наш зритель задал вопрос сколько стоит вода вода я вам показал это 8 лир примерно 1,2 доллара бутерброды сэндвичи 30 это приблизительно около пяти долларов или евро вай фай в аэропорту есть но к сожалению к нему подключиться не смогли потому что просит ввести номер мы вводим номер но смс сообщение не приходит поэтому на данный момент вай фай в аэропорту не работает бургер не работают самцом только один дети фри который сразу же после выхода после досмотра вот так проверяют паспорта и после этого по трапу самолет спускаемся заходим самолет занимаем ваши места билеты паспорт не убирается могут еще раз проверить и вот она наша ласточка на который мы полетим домой белавиа мы приземлились в минске на входе тепловизором мерят температуру идем проходить пограничный и паспортный контроль все как обычно идем за всем потоком людей и приходим к месту паспортного контроля мы прошли с вами паспорт контроля duty free по прилету работает то что важно было узнать сейчас посмотрим цены парфюмерии от 60 евро здесь получается два duty free вот 1 и там сразу 2 король за 7 евро у нас очень просто вы дальше идете зона получения багажа вот там все люди стоят дождать своего багажа и забираете его после того как получили багаж у вас два варианта или вы идете по красному коридору если у вас есть что декларировать или вы идете по зеленому он там и будет дальше идем через зеленый коридор с вами ну вот и все мы вышли мы находимся на самом первом этаже сейчас будем добираться до города а